Семейный доктор Расскажут специалисты Института кардиологии и внутренних болезней города Алматы На сегодняшний день научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней является ведущим учреждением Республики Казахстан Где ежегодно оказывается стационарная помощь пациентам с наиболее сложными кардиологическими, эндокринологическими, ревматологическими, аллергическими, гастроэнтерологическими заболеваниями со всех регионов нашей необъятной страны Дорогие телезрители, мы сейчас пройдем в отделении кардиохирургии, где нас по традиции уже ждут врачи, которые ответят на наши вопросы Ассаламу алейкум Алейкум ассалам Меня зовут Серик, я журналист телеканала Ассаларна Очень приятно То есть получаем программу Семейный доктор И тема нашей передачи – приобретенные пороки сердца Вот расскажите нам поподробнее, что такое вообще приобретенный порок сердца Приобретенные пороки сердца – это пороки сердца, которые возникают в течение жизнедеятельности организма Патологии и заболевания сердца на сегодняшний день очень распространены Поэтому вот вообще причины возникновения каковы приобретенных пороков сердца? Ну, в большинстве случаев это ревматизм, ревматическое поражение клапанов Бывают дегенеративные заболевания сердца Когда поражаются определенные слои самого сердца, самых клапанов В связи с этим они начинают плохо работать Основная причина – это инфекция Инфекционные процессы разного рода То есть при инфекционном разрушении клапанов приходится нам их восстанавливать Их целостность, либо менять, либо делать пластические операции на сердце Может ли влиять наш образ жизни какие-то вредные привычки на возникновение? Безусловно, они являются, они тоже могут влиять, они могут убыстрять, скажем так, этот процесс, который у него текущий процесс Вредные привычки, они, скажем так, идут в кубе со всеми заболеваниями и ухудшают общее состояние организма А какое недомогание чувствует, например, человек, да, при приобретенном пороке сердца? В простонародье известно, что если болит сердце, значит, оно вызывает какие-то боли, какие-то сжимающие боли При приобретенных пороках сердца, сердце не болит Это при ишемической болезни, когда недостаток кровотока идет, тогда возникают сжимающие, колющие боли При приобретенных пороках, при клапанной патологии непосредственно возникает одышка первым этапом То есть кровь, оксиденированная кровь со всего организма, там, с легких поступает в левое предсердие Оттуда левый желудочек и с левого желудочка во весь организм Если имеются проблемы с клапанами, то есть нарушается отток из легких, тем самым появляется одышка Одышка возникает в основном при физической нагрузке первые времена Дальше она может возникать при абсолютно спокойном состоянии, в покое То есть при положении на горизонтальном, в горизонтальном положении бывает увеличивается, усиливается одышка И вторым основным таким симптомом это появление отеков То есть сердце в нашем организме является, скажем так, своеобразным насосом То есть он перекачивает кровь с правых в левые отделы, скажем так И в данном случае нарушается насосная функция сердца и появляются отеки То есть застой жидкости в организме, застой крови в нижних конечностях печени и во всем организме, скажем так И появляются вот такие вот нежелательные осложнения, так как хроническая сердечная незасадочность Второй, Б степени, третьей степени, четвертой степени, когда уже пациенты, скажем так, не могут двигаться Они могут сидеть либо лежать Малейшие движения у них вызывают чувство отдышки, чувство нехватки воздуха А вообще вот обычному человеку, рядовому человеку сколько раз нужно обследоваться? В год раз, в полгода раз? После 40 лет мужчины уже идут в категорию риска Уже риска возникновения сердечных заболеваний Женщины после климактерического периода, скажем так Но в данном случае в год один раз хотя бы делать ЭКГ, УЗИ сердца, обзорную рентгенографию брудной клетки И, то есть, абсолютно здоровому человеку один раз в год обследоваться это немного Занимает практически там полчаса, час максимум времени своего из 365 дней, допустим Это нормально, я считаю Кстати, можем сейчас наглядно посмотреть на пациенте, которого мы уже прооперировали И сегодня-завтра планируем на выписку Здравствуйте, доброе утро Ну, пациент, о котором я говорил уже, пациент Том Сергей Рудольфович болеет достаточно-таки давно, с детства ревматизмом Ухудшение состояния в последнее время, состояние резко ухудшилось Явления хронической сердечной недостаточности начали, скажем так, усиливаться С этим пациент обратился к нам Здесь мы провели операцию, довольно-таки успешную операцию Протезирование артального клапана, пластика трикоспидального клапана, пластика метрального клапана Также у пациента имелся тромб в левом предсердии То есть состояние вообще-то тревожное, да? Тревожное, пациент с массивными отеками был Ну, я думаю, он сам сейчас расскажет, что как было до операции, после операции, как он себя чувствует сейчас Ну, вот перед Новым годом заболел гриппом Ну, видно, сильное, сложнее было О, и рви, да? В рви еще и пневмония легких И на этой фазе все обострилось Просто отеки сильные пошли, уже обратили, задыхаться встал ночью Просыпаешься ночью, дышать не можешь Вроде как отдышишься, немножко спишь Ну, обратился в больницу, там положили Ну, там я на них тоже ничего плохого сказать не могу Как могли, так лечили А потом уже сюда, уже видим, когда уже все, уже ничего нет, завтра А сейчас вообще как ваше состояние после проведенной операции? Отлично, нормально, но чувствуется уже все-таки Сторожи подали, вот благодаря врачам, всему кардиосоставу, кардиологическому Все операционные, не знаю, сколько там человек, операционные, ну, человек 10, наверное, хирургов столько было Работало надо Сейчас получше Так иногда, на погоду, чуть-чуть Сердце, потому что начинает, 50 ударов и 5 минут убиться Кислорода вроде не хватает Вот занимаюсь, спиридуритом, чтобы отдышки такой не было Кислородом насыщая, легкий Нам предстояло побывать на очень серьезной операции, которую проводил не менее серьезный человек Врач-кардиохирург, но просто высшей категории Акзам Алмазович, заведующий кардиохирургическим отделением, который потряс и перевернул мое воображение своим профессионализмом Он проводил операцию и параллельно отвечал на все заданные мной вопросы Как вы видите, техника, мы находимся под большим увеличением С индивидуальными освещительными приборами Потому что это затрагивает много психоэмоционального и напряжения зрительного характера Нитки, как вы заметили, примерно периметр этой нитки сравнимы с волосами В диаметре, да? Да, в диаметре Сейчас мы зависим от искусственного прообращения Пока мы работаем Вообще, по истории можно сказать Кардиохирургия за последние 50 лет А вообще, это молодая профессия, наука Развивается последние 50 лет Усиленным, бурным ростом Если автомобиль был изобретен в 16 веке И еще до сих пор усовершенствуется Мы за 50 лет, как говорится, достигли во всем мире успехов В которых ни одна область хирургического профиля не так бы не модернизировалась Одним из направлений развития бурного развития кардиохирургии Это применение вспомогательных аппаратов Это искусственно легкое сердце, которое в данный момент с правой стороны от меня находится Которое обеспечивает жизненную функцию головного мозга, печени, почек При этом вроде сердце остановлено и дыхание остановлено Легкие тоже остановлены, как вы видите, с этой стороны легкие При этом организм живет Получается, данная операция была проведена совершенно бесплатно, да? Да, данная операция была совершенно бесплатна И государство за это беспокоится В сравнении, если брать Штаты или Европу Европа – это операция, только операция, не считая лечения Стоит в пределах от 60 до 120 евро Тысяча евро От 60 тысяч евро до 120 евро? Да Ну, это стандартные такие операции Но если они такие параметры в виде сердца И где риски очень высоки, они больше В Штатах, именно в Америке Эта операция стоит от 300 до 600 тысяч долларов Расскажите нам, пожалуйста, вот сейчас о самом процессе операции Что происходит? В общем, то, что для открытых операционных сердца Доступы имеются различные для грудины В данный момент серединный разрез Соспиливается грудина, открывается это И в данной ситуации находится открытая сердца Которая неподвижность сейчас на данный момент стоит Под защитой организма В данный момент мы произвели различные манипуляции по приобретенным порокам сердца И в данный момент у него еще сочетанная аорт коронавирусная шунтина Он ранее перенес инфаркт И наложили мы три обходных шунта И манипуляция, что производится? Корригируется приобретенный порок сердца различными видами И накладываются обходные шунты И что мы на данный момент сделали? Сейчас мы отпустили зажим с аорты Сердце должно потихоньку само восстановиться Сердце очень больших размеров А сколько пациенту лет? 63 года Ранее, как говорили, пациент отягощенный тем, что у него имелось инфаркт Имелось инсульт, мозговые явления И это отягощает и увеличивает риск Таких пациентов надо ранее оперировать Тем раньше, тем до такой инвидиализации пациент не доходил бы В данный момент мы создаем условия, чтобы не было повторного инфаркта миокада Чтобы его активность была более оптимальная Для его возрастных особенностей И, видите, сердце начинает потихоньку двигаться Потому что по некоторым сосудам По некоторым сосудам начинается потихоньку кровоснабжение И этот орган начинает Сейчас будем в динамике, если вы посмотрите Сейчас мы закончим некоторые манипуляции Это последний двух шунтов еще Который будет кровоснабжать определенные стенки сердца И надеемся, в будущем будет этот пациент выполнять все указания В будущем у него будет все хорошо Операция прошла успешно И сегодня золотые руки кардиохирурга Стали причиной дальнейшей новой жизни пациента Я очень горд за нашу страну, дорогие телезрители И мы с вами счастливые люди Ну вот сейчас действительно была проведена Очень такая серьезная операция И вот в конце вы бы что пожелали Нашим дорогим телезрителям Такой совет, отдельный совет врача В виде профилактики В виде профилактики По кардиологической службе Чтобы не доводить себя до таких крайних мер Как оперативно мешать Надо соблюдать определенные правила Правила эти очень простые Здоровый образ жизни Заключающие в правильном питании Правильной физической подготовке И вовремя обращаться к врачу В данной ситуации взрослому населению Которому оказываем помощь Старше 40 лет Проверяются на холестерин Сахар Это пациенты, которые в данной ситуации Если не будут вовремя профилактическими болезнями заниматься Тогда приведут к таким угрожающим заболеваниям Как парт миокарда, инкультом И различным непоправимым болезням Которые трудно будут справиться Нашей глобальной медициной И в конце нашей программы Дорогие телезрители Хотелось бы сказать Что мы с вами нещем ответственность За наше здоровье Государство нас обеспечивает всем И дает возможность проводить Вот такие вот сложные операции Бесплатно Ну и конечно же я хотел сказать в свою очередь Что мы должны ценить это И главное вовремя обращаться К квалифицированным специалистам за помощью Ну а с вами была программа Семейный доктор Берегите себя, своих близких Будьте здоровы Будьте здоровы Будьте здоровы